Субтитры создавал DimaTorzok 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 Было тяжело, учитывая особенности характера Желько Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я очень благодарен с Желко Он mnie акцентл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Две команды очень тяжелые. Две команды очень тяжелые, чтобы победить. Две команды имеют легаспределительность за последние 10 лет, что в своем доме их тяжелое победить, со всем фанатами и прессой, но также качество, которую они имеют как команда. Фанаты помогают, конечно, но качество, которую они имеют как команда, это делает их уникальным. После Пау, у нас был один год с Банвитом. И тогда вы получили приглашение от ЦСКА. Как ваша реакция? Моя реакция в первую очередь была, что я был очень благодарен, и я сказал, что я буду идти к встрече. Я уже взял желтый свет от Банвит, чтобы идти и поговорить, потому что, как я сказал, я был под контракт с двумя летом. Но Банвит понимал все это, и они тоже были привилегены. и я приехал к встрече с мистером Батутом. Первый раз, когда я приехал в Грецию, и это был, по-моему, ноябрь 95-го или ноябрь 94-го года, я в Афинах был поражен. Я увидел апельсиновые деревья на улицах, на которых висят апельсины, никто их не срывает, их не едят, они просто висят, они как вот... И мандарины тоже. И мандарины тоже. Вопрос. Ты приехал в Москву. Был какой-нибудь культурный шок, вот когда ты приехал в Москву, что-то тебя поразило? Я приехал в первую очередь в Москву, в 1992, с К.К. Загаревым как патент России себе, как support coach. Мы выступали в Чорице, и мы были в Москве, которые были в Москве, что-то из Москвы было иметь опаснее. Мы посетили Москву в 1992. В то время, это были не самые великолепные дни для Москвы. Это было скрепт, но это были разные дни. Потом я посетил следующий раз в 1999, после 7 лет, и это был сюрприз для меня, потому что с 1992-1993 сезон до 1999-2000 сезон, я видел другую Москву. Лайдинг, машины, это был шок для меня, тогда. Я работал за Загреб, а потом за Павел, и я видел огромная разница и огромная трансформация в том, что Москва. И я могу сказать, что мы были комментируем такой большой город, потому что в этом городе живут только гианты. Ну, honestly. Дорога и здания, это для гиантов, это для гиантов, это не для нормальных людей. Даже для 3 метров. Так, это как город для гиантов, и это то, что мы комментируем. Так, это был шок. Мы, баскетболисты, это не важно, куда мы работаем. Эта вопроса должна быть решена, если шок или не шок, для моей семьи, для моей жене и моей дочери, что они должны... Я еще задам этот вопрос. Нет? Слодичь, слодичь. Но для меня это было здорово, потому что я очень благодарен за организацией, за спонсором, за мистер Ватутин, за Наташей Душепой, за всеми, за всеми, за всеми, за всеми, за всеми. Уже москвичами. Некоторые называют себя москвичами после первых трех месяцев пребывания в Москве. Когда у тебя, у твоей семьи, появляется свободное время в Москве, как вы предпочитаете его проводить? Ну, во-первых, моя дочь, она тоже звучит очень плотно русский. Она звучит не только русский, но и московский. О, да. Я понимаю. Это то, что мои дочери, и мои друзья, у меня много русских друзья. Она немного шок, но когда она звучит, потому что она имеет три русские друзья, которые идут вместе в школе, в английском. Но она звучит плотно русский. Такое время, как ты сказал правильно, время трехатора в свободном время. Я знаю. Я люблю посетить Москву. Музеи, рестораны, значительные места, где много всего случилось. Моя семья очень посетит, моя жена тоже нравится, и моя дочь тоже. Давайте поговорим о баскетболе. В этом сезоне, начиная приблизительно с середины декабря и до конца января, команда ЦСКА не показывала стабильные игры и последовала череда поражений. В чем кроется основная причина такого спада? С твоей тренерской точки зрения? Это нормально. Это нормально? Да. Это нормально. Почему это нормально? Не только для ЦСКА, но я поговорю о ЦСКА, но я поговорю сначала. В частности, в частности, все люди, все должны понимать, что эта соревнования мы играем в Европе в Европе изменилось очень сильно, когда это превратило разоградное системное облачное сезонное. маратонное. В том, что в социальных лагах, я говорю, наверное, это три лучшие соревнования между европейским, турканским, турканским, и в ТВ, и в ТВ. В ТВ, да. Принято. Это очень мощные соревнования. Здесь, в ТВ, мы имеем, пять или шесть команда на уровне. Но, когда вы собираетесь на трех часов, на сути, на уровне, это больше соревнования чем остальные страны. Что это приводит к игрокам и мастерам, то есть, в любом отношении с локалами, они обращают больше внимания к регулирую. Но, в то же время, с локацией, они поддерживают вверх, в любом случае. Особенно в каждой соревнованиях. Это означает, что у вас есть определенный локал. Мы, вместе с Андреем, сидим и видим, что мы делаем с Сейска, как вы можете заметить, это мой 5-й год работаем вместе. Мы пытаемся восстанавливать команду. У нас есть молодежь, но не потеряно обучение, не потеряно обучение, но не потеряно обучение, обучение и обучение. Так что, мы просили быть между первыми, или прожить первыми, или всегда быть в обучении. Но, в то же время, мы пытаемся восстанавливать эту систему. Но, в то же время, мы пытаемся восстанавливать эту систему. Но, в то же время, что произошло с Миша Кулагин, как-то у нас обратно. Ротация, которую мы пытаемся сделать в процессе. Потому что Миша занимался несколько минут на ВТБ. Если я не ошибаюсь, он был самый большой в минуты в ВТБ и в Европе. Это был его следующий степень. Ухов уже идет в систему. Ухов тоже идет в систему. Боломбои тоже идет в систему. Не забывайте, что они все ручки. Они входит в очень дементом области, но они должны увеличить. И, в то же время, вы должны ожидать много ошибок. У них нет другого развития. Вы должны падать, но вы должны падать вперед. Но вы все равно реагируете на их ошибки. Да, точно. Это процесс обучениях. Но, как я говорил, это очень важно. И я хотел бы поговорить о том. Вы падаете. В вашей жизни, в моей жизни, профессиональной жизни, вы падаете. Без падаете, нет в развитии. Но вы можете падать назад или вперед. Так что вы падаете назад. Если вы падаете назад, то значит, что вы падаете и продолжаете идти. Если вы падаете назад, то, наверное, это не хорошо. Я не хочу анализировать это назад. Да. Да. В January и в феврале, если вы посмотрите назад, вы увидите, что наши команды у нас были страды. Не только в этом году, но и в прошлый году. Я согласен. В период времени было немного длиннее. Да. Потому что в Евро-Лиге были в различных типах. В топ-16 группах. Это было совершенно разное количество. То есть у нас есть какие-то мелкие игры, которые могут найти причины и лишние действия, которые могут помнить ситуацию их. Хороший и утром обзор в организме, тяжелым проблемами. У меня есть головы. Уморозом, невозможно. Много тренировок. Уморозом ощущения, что вы поражите. Уморозом. Уморозом. Системы для игроков, а затем вы вызвали смерть. Мы готовы, конечно. Но я говорю, что в будущем баскетболе, и мы увидим это, благодаря Богу, чтобы мы живы и здоровы, в будущем баскетболе будет закрыть лидер, с полным адаптированным системом для NBA. Это не означает, что мы заканчиваем лидеры. Нет, по-другому. Мы будем использовать лидеры, или лидеры, которые интригают остальные команды, чтобы они смогли достигнуть одному уровню. Потому что сейчас Уникс может быть в этом уровне. Локу может быть в этом уровне, и играет в Евро-Лиге. Химки уже доказал, что он может быть в этом уровне. Зенит делает эти дни, чтобы быть в этом уровне. Поэтому почему не иметь 5 команды из России? Почему иметь 5 команды из Спанской Лиги? Мы знаем, что мы знаем. Я просто говорю, я просто поставлю это как ответ. Айгри. Мы, я, ожидал, что будет провал по физической подготовке у тех игроков ЦСКА, которые не отдыхали летом, которые летом участвовали в матчах за свои национальные сборные. И в принципе, про кого-то мы угадали. Сместилось ли твое отношение к тому, кто лидер в команде? Нет, абсолютно нет. В моем уме и в моем уме, в моем уме, в моем уме, в моем уме, мы берем много внимания о том, что лидер в определенные игроки. Эти игроки не прекратят играть. Они нужны остальные. Они нужны остальные. В моем уме. Да, конечно. Мы, в ЦСКА, в ЦСКА, с, я бы сказал, детализированной страницей, с поддержкой каждой и каждой командой, также с командой, чтобы иметь характери, что они готовы дать их 100%, в любом случае. Например, на сегодняшний день, когда мы провели праздник, мы провели четыре команды, по-моему, наградуясь за квалификацию в чемпионе. Это было огромное достижение. Моя мечта была праздновать их в празднике. Практически, праздновать первую часть, а затем праздновать их, потому что они получили. Но они сказали, мы хотим помочь, потому что у нас были еще другие боли. Джо Боломбой, что-то не было. И русские игроки сказали, что мы будем играть. И практический уровень был отличным, потому что они участвовали. И я хотел сказать, потому что это как большая игра для игроков, чтобы приехать и участвовать в практическую. Теперь, мы всегда рассчитываем на то, что мы рассчитываем И мы пытаемся рассчитывать определенные игроков. И в этом ростере мы имеем и привилегии как глубокий ростер, потому что руководство и спонсоров. И это то, что большинство больших клубов, которые в Европе делают, Фенебач, Реал, Барселона, Пантринайкос, Олимпиакос. Они пытаются строить большие ростеры для того, чтобы расслабиться в этом циклее и расслабить определенные игроки. Эти парни, которые используют ЦСК, это очень важно. Они чувствуют их третий. Например, я дам, четыре русских игроков, выходят из Национального Дима игроков, однако за сборную России он играет хорошо. В чем дело? Это психологическое или ты ему не доверяешь? Первое, я верю в всех моих игроков. Мы все веримы в них. Они которые признаны для нас. Мы поддерживаем психологически и каждый день. Я, президент, все, мы веримы в них. Но это два слова. «Национальный » и «Профессиональный Баскетбол» это два слова. «Национальный Тим» это один или два дня. Может быть «Турнамент» или «60 дней». Это «Национальный Тим». Это «Профессиональный Тим». «Профессиональный Тим» это 10 месяцев. Мы говорим «10 дней» и «10 месяцев». «Турнамент» 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 «Н годовки». Это совершенно модело. Один не связано в том, «Национальный Турнамент» Я могу назвать, что сейчас 4-5. Я не хочу идти на названия, но люди, которые мы смотрим, могут привести к игре на национальной команде и игре на Лиге. Это совершенно разное. Это не привести к тому, что Ворончевич делает, потому что я не хочу избавиться от вопроса. Я был, когда я пришел сюда, что Ворончевич играл хорошо. Ты не говорила одну вещь. Мы говорим о Воро, что он имеет определенные качества, как все остальные, может не выполняться так же, как вы ожидаете, или что другие ожидаете, или что он себе ожидает. Но команда выполняет. И команда продолжает победить. Я говорю индивидуально с Воро, и я ожидаю больше. И он дает больше. Вы увидите. Основная цель команды ЦСКА, которой, собственно, Итудис, как тренер и команда, нас приучил. Выход в финал четырех. Судя по турнирному положению, команда ЦСКА в финал четырех попадет. Тренеру Итудису приходила в голову мысль выбирать себе соперника по плей-офф. Нет. Это будет, это будет. Мы никогда не выбираем противник, или выбирать проиграть, чтобы играть такой, 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 потому что будет следовать. Это не обстрад. Это мой совет к всем. Если вы попытаетесь в эту комбинацию, если я играю с этой противника, или, может быть, у меня менее страдный. Нет, никогда. У тебя заканчивается контракт летом 2019 года. Если менеджмент ЦСКА предложит тебе продление контракта, ты согласишься, если это не секрет? Это вопрос непосредственно. Я не говорю о вопрос непосредственности, но я говорю о праве. Это огромный клуб и огромная организация. Я привлеклась с такими людьми, потому что я становлюсь друзьями. Но в бизнесе плане, это тоже самое, чтобы быть успешным. И я понимаю их полностью. Это мы работаем. Я благодарю тебя. Я говорю о ДБА. И, мои друзья, это то, что мы должны сказать им. Они должны быть очень рады, потому что ЦСКА – это отличная организация, отличная клуба. ЦСКА продолжает существовать. В ДТУДИС, без ДТУДИС, без ДКОЛО, без ДКОЛО, без ДКОЛО. ЦСКА – это огромная история. И очень важно, что ЦСКА организация и менеджменты, они сделали огромные шаги, и команда помогла в том, чтобы создать в мега-спортах, с 13-14 тысяч. Это не произошло так много, потому что мы пытаемся создать культуру баскетбол. Это не просто. Ты знаешь это сам. Спасибо. Как обычно, в завершении программы я говорю, любите баскетбол. Играйте в баскетбол, если можете. Это лучший вид спорта. И я, и ДТУДИС в этом абсолютно уверены. Спасибо.